я уважаю оружие в россии есть люди действительно готовые к борьбе ведь средства у нас есть каждый может купить травматическое оружие а пошли на охоту я неплохо стреляю об оружии и самоуправлении нашему обществу нужна скорая медицинская помощь возможно даже серьезная хирургическая операция доктора не бояться крови нам не по пути с теми кто ханжеский не готов взять скальпель в руки но мы не хотим и резать без нужды не навреди вот главный принцип иммануил кант предлагает формулу категорического императива поступай так чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого как цели и никогда не относился к нему только как средство лучше не скажешь ведь средства у нас есть и мы знаем одно из них оружие почему либералы почти поголовно и даже многие левые боятся этой темы почему пугливо оглядываются едва слышат слово оружие ведь они по идее сторонники самоуправления защиты от государства взятия людьми в свои руки их судьбы отпора эксплуатации насилия всему этому нет и не может быть ничего ближе чем право на владение и ношение оружия у государственников как левых так и правых есть свои соображения насчет монополии государства на насилие и я с ними согласен я против парамилитарных формирований в любой ситуации кроме военной но я считаю что у каждого человека должно быть право на отпор от насилия это глубоко созвучно с сутью мировоззрения всех левых что главное в левой идее что человек берет в свои руки свою жизнь и судьбу но осуществить эту важную цель мало надо же сохранить жизни судьбу в своих руках и не только свою важно проявить солидарность и помочь близким друзьям соседям единомышленникам опыт столетий обманов и предательств показал доверить это дело государству нельзя она много раз показала что стремится лишить человека права и свободы распоряжаться своей жизни между тем человеку вольной личности доступно средства защиты оружие я за право каждого человека владеть оружием не хочу чтобы вы решили что в левой среде я одинок на этой позиции ее разделяют коллегии социалистической стрелковой ассоциации соединенных штатов the socialist trifle association они видят свою задачу в создании в левой среде культуры оружия и обучение самозащите членов угнетенных и маргинализированных групп но огнестрельное оружие и самооборона лишь часть идеологии этой организации которую в ней называют философией общественной самообороны и она достойна внимания это сравнительно новое начинание вы можете узнать про него больше на сайте организации но я продолжу свою мысль надо сказать что будучи депутатом я участвовал в создании движения право на оружие российского аналога американской национальной стрелковой ассоциации national rifle association подобной же ассоциации великобритании и многих других странах при этом заранее предупреждая обычные и хорошо знакомые возражения утверждаю если внимательно честно и непредвзято посмотреть на опыт разных стран легко увидеть связи между правом на огнестрельное оружие и ростом преступности нет помечу вдобавок что там где это право есть как раз число преступлений связанных с неприкосновенностью жилища и вообще насильственными действиями резко снижается воры и другие преступники просто начинают бояться отпора нет сомнений преступники если они хотят получить оружие его получат на криминал запреты фактически не распространяются но они распространяются на обычных граждан мы за многое и совершенно справедливо порицаем порядке российской империи но вот этот достойно добрения до революции в россии оружие было широко доступно но при этом когда мужики например шли село на село стенка на стенку то бывало дрались и жердями и топорами но никогда огнестрельным оружием сколько вы перед этим не выпили полицейских свидетельств о таких случаях я просто ни одного не знаю есть славная американская шутка бабушка серебристой завивочкой рулит так себе рулит и вот ее останавливает полисмен ну и как обычно первым делом спрашивает мэм если у вас оружие есть сэр покажите бабушка вытаскивает сумочку достает пистолет показывает а еще есть есть покажите берет открывает бардачок достает револьвер а еще там лезет под сиденье машины достает обрез показывает мэм так кого же вы так боитесь спрашивает полисмен а вот именно что сейчас уже никого не боюсь и действительно когда у бабушки любого другого человека все это есть и это законно а чего им бояться особенно если люди умеют с ним обращаться это же создает баланс между общественным и личным и это залог того что мой дом действительно моя крепость если кто-то нарушит мои границы даже представитель власти не имея на то разрешение кто-то рискует получить пулю а тому кто эту пулю отправит ничего за это не будет сегодня в россии мы видим много примеров как власть безо всяких ордеров врывается в дома оппозиционеров и адвокатов и это формирует психологию нации если люди понимают что у них могут быть плохие отношения с властью но есть граница которая она просто так пересечь не сможет потому что у гражданина есть право ее пристрелить на пороге это формирует совершенно другую позитивную картину мира картину мира куда более свободных людей ну а проблемы связанные с применением оружия решаем и регулированием это же просто технические вопросы о чем я ну вот о чем покупая оружие например гражданин обязан предъявить удостоверение личности и должен быть включен в общенациональную базу данных после этого каждая проданная ему единица оружия должна пройти баллистическую экспертизу чтобы выстрел из нее был идентифицирован и однозначно привязан к ее владельцу тогда каждый понимает применение оружия не анонимно более того уже есть технология позволяющая произвести выстрел из пистолета или винтовки исключительно и только рукой покупателя по отпечатку пальцев и никого иного и это тоже важный метод борьбы с анонимностью применения оружия далее нужно запретить импульсные покупки то есть сделанные под влиянием внезапной эмоции гнева обиды возмущение безумие то есть оплатив заказ клиент может забрать товар не раньше чем через две недели когда аффект точно ушел режим хранения должен предусматривать что оружие недоступно детям подросткам и вообще тем кто им не владеет так что применить его может только хозяин что в этой сфере творится в россии принятая там сейчас система гораздо более опасно каждый может купить травматическое оружие проблема в том что с одной стороны травмат выглядит так же но при этом намного дешевле а значит доступней а с другой психологический барьер для его применения гораздо ниже чем для огнестрела тот кто его применяет считает что ну точно никого не убьет а это не так ему бить можно известно немало смертельных исходов и крайне тяжелых увечий владельцы огнестрельного оружия ответственнее относятся к вопросу применять его или нет хорошо конечно что травматы пока не все покупают а те кто покупает не все применяют когда мы разрешим продажу огнестрела то сможем сравнить статистику покупки и применения этих видов оружия не думаю что надо вообще запрещать травматику но любопытно сравнить кто же победит в конкуренции каково бы ни было оружие в обществе будущего и в каждой местной общине оно собственность гражданина личная вещь принадлежит только ему и если оно приобретено законно то дополнительного контроля со стороны государства нет и быть не должно конечно кого-то община наделяет функциями охраны порядка при внезапной тревоге они милиционеры шерифы тут название не играет роли важен смысл уполномоченные местные жители они ее защищают а также следят за порядком в ежедневном режиме наличие в каждом доме оружие определяет границы которые сама община не может перейти по отношению к своему члену именно так формируется баланс общественного и индивидуального пространства надеюсь я буду чувствовать себя в такой общине очень комфортно поясню для интересующихся я уважаю оружие я ценю оружие я выступаю за право всех моих соседей общинников иметь оружие я неплохо стреляю но сейчас оружие у меня нет когда-то сергей есенин написал про ленина одно в убийстве он любил перепелиную охоту при всем моем добром чувстве к ленину охоту я не очень люблю не хочу просто так убивать животных один мой дед который воевал сравнительно немного был заядлым охотником другой же прошедший всю войну снайпером никогда больше не брал в руки ружье и мне не советовал делать это без веской причины но сходить на охоту я могу когда нужно произвести отстрел допустим кабанов если они там слишком расплодились и это угрожает биологическому балансу или же можно представить себе такую ситуацию когда охота это средство добычи пропитания но по совести говоря не понимаю как люди это делают ради развлечения в качестве спорта если уж говорить о развлечениях приведу одну историю случилась она в якутии начале двухтысячных годов тогда на разведку в эту республику со мной приехало несколько ребят и был среди них мой тогдашний заместитель и просто друг саша кожа он такой невысокий худой утонченный интеллигентного вида даже в чем-то рафинированно как говорят как дэнди лондонский одет в очень хорошем шерстяном сером пальто в котором довольно странно смотрелся в этой якутии таких золотых очках и вот якутские десяти ведерные мужики стрелки говорят нам а пошли на охоту мыслях читалось по глазам посмотрим какой ты сухов хотели оценить насколько мы по их понятиям круты но пошли говорим но что отказаться то нельзя напишут проигрыш и вот крутые якутские парни на серьезных джипах везут конкретно проверять навшивость субтильных москвичей испытывать и в тайге у излучины где в лену впадает какая-то река которая по местным меркам мелкий ручей а по нашим ну просто как минимум москва река мы стоим лагерем а на дворе ранняя осень то есть лена еще не замерзла а мало это вот река уже во льду ну и пацаны говорят с таким скептическим прищуром у нас есть обычай перед началом охоты сыграть ну чтоб заранее понять кто и что из себя представляет кто какой стрелок и кого куда поставить сыграем ну что ж не сыграть сыграем а как просто ставим на лед банку кока-колы для яркости и бьем по ней из многозарядного ружья все все первый попадает она отлетает второй попадает дальше отлетает кто попадает молодец а не попадает она лежит кто ее не собьет тот и проиграл штрафную пьет врубились идет ну идет конечно что ж такого попробуем говорю я за всех и думаю как бы не опозориться ягутские охотники они ж известно какие белку за сто шагов в глаз бьют но делать то нечего не отвертишься и и вот хозяева ставит банку далеко первым всегда стреляет хозяин ружья он попадает банк отлетает вот мой я стреляю тоже отлетает о молодец говорят я при осаниваюсь и даже накатываю рюмочку тут настает очередь сани кожана вот в этом самом сереньком пальтишке ну мужики на него смотрят с таким утроенным скепсисом даже дают ружье с явными колебаниями ты вообще как с ним обращаться ты знаешь стрелял когда нибудь ну так отвечает кожан бывало как-нибудь разберусь и стреляет банка подлетает а он снова стреляет пока она еще в воздухе и опять попадает там продолжает полета он бьет в третий раз и снова попадает ну все просто в шоке потому что никто там из пацанов так-то не может а банка вообще улетела так что ее и не видать да и разорвало ее ты вообще кто спрашивают сашу пацаны так стрелял немножко раньше оказывается он был кандидатом в олимпийскую сборную но вот ушел в бизнес застенчиво объясняет нам кожан протирая свои эти самые очочки знаете что говорят тут мужики хрен с ней вообще с этой охотой мясо мы и так взяли водка есть соревноваться в реальной охоте саней просто никто не захотел и признали честь москвы он тут отстоял в этой истории на самом деле глубокий смысл почему я ее вам рассказал если у очень интеллигентного человека в очень стильненьких очочках есть пистолет и винтовка он может им пользоваться может дать реальный отпор защитить себя свою семью и свой дом а враги еще подумают лезть ли а если таких мужчин несколько а если их много ну ответ по моему понятие начале моей первой избирательной кампании в новосибирске на телеканале россия прайм-тайм показали фильм аркадия мамонтова бархат ру это такая пропагандистская поделка про ужасы революции ну прежде всего оранжевой ее главная тема наезд на оппозиционеров там каспарова яшина вашингтонский обком джорджа буша немцова звездно-полосатый флаг ампериканский империализм агрессию печеньки госдепа ну и все в таком же роде дескать вот они враги пятая колонна либералы боевики оранжевых революций ну смотреть сначала но так обычная тухлая жвачка роста в но в середине вдруг такая бац вставочка минут на пять мол вот это все только болтают про ненасилие но есть ранее те кто всерьез готов взять оружие и тут идут кадры снятые кубанской гтрк в лагере левого фронта краснодарском крае за год или два до этих выборов а там я с такой вот бородой барафатки с винтовкой стрельба по мишеням боевые искусства прорыв цепей ментов буквально на пять минут ставка типа вот они готовящие гражданскую войну пономарев удальцов и их люди но в первую очередь пальцем показали на меня вот вам главный партизан пономарев ну а дальше снова про яшина каспарова немцова и это было показано в самом начале моей кампании когда меня в области еще никто не знал только элита рядовые граждане и фамилии такой-то не слыхали но они-то как раз меня фильме не замечают они реагируют на известные фамилии а вот руководство области очень даже боже боже восклицает губернатор его аппарат и прочие местные боссы миронов к нам прислал террориста экстремиста кошмар и шлют людей к этому самому миронову избрать меня из списка но у тогдашнего спикера совета федерации сергея миронова была поддержка министра связи леонида реймона с которым я много работал и он вежливо гонит их вон ну между тем компания идет своим чередом люди узнают меня все больше и лучше подходит время финала и тут какой-то умник в москве решает этот фильм повторить его снова показывают в конце ноября а народ то меня уже знает едва он кончается как мне сразу идет море звонков сотни если не тысячи и на личный телефон и в предвыборный штаб говорят все примерно следующие мы думали вы просто очередной депутат а вы-то настоящий человек за вооруженную борьбу с гадами куда приходить где идет запись в отряды где оружие когда его будут раздавать мы хотим идти на москву дайте нам винтовки это совершенно не шутка абсолютно звонивших абонентов набралось тысячи полторы тех кто хотел записаться на выдачу оружия вот вам и кино в россии есть люди действительно готовые к борьбе ведь это только одна область и год тогда еще был весьма и весьма благополучный когда все еще было хорошо а что сейчас пенсии отобрали в донбасс бабло вбили коронавирус допустили и не справились уже тысячи людей погибли на фронте другие потеряли бизнес и работу деньги представьте себе что сейчас такое покажут по тв сколько народу придет записаться и ведь это только пехота но она царица полей как учит великий александр суворов а если все же использовать в политике военные сравнения вот командующий вот его штаб с гигантской задачей разгромить врага в нем не амбициозные болтуные карьеристы а рабочие лошадки опытные прикладники профессионалы кто-то занят разведкой контрразведкой кто-то планированием снабжением разработка операции они готовят все чтобы командующий принял верное решение и чтобы оно было осуществлено это может работать даже если командующий не один даже если это какой-то совет сопредседатели там и так далее главное чтобы штаба были силы которые он может двинуть вперед которые как спел егор летов смогут убить в себе давлеющие над ними и обнуляющие наше общество вооруженное до зубов против своих собственных граждан государства знаю точно я всегда найду 100 своих то есть наших людей на 100 ключевых промышленных предприятиях страны и люди смогут там взять власть в свои вооруженные руки